10 лет, да, я посвятил развитию этого клуба, здесь были дырки в полах, в потолках, мы все это отремонтировали, много вложили денег, привели в хорошее состояние. Сначала было 4 хворта, потом мы сделали настройку, стало 6 хворта, сейчас 10. Ну, народа, безусловно, много, потому что этот клуб с большими традициями, с большим сроком своей деятельности, и как год назад, когда я это все брал в свои руки, и сейчас я продолжаю чувствовать ответственность, и перед Антоном тоже, я чувствую, как он наблюдает и смотрит, что будет со всем тем, что он создал. Я стараюсь это только приумножить, сделать клуб лучше, комфортнее, больше, сейчас делать 10 кортов, не знаю, будем смотреть, может быть, тут еще где-нибудь, надстроить этаж, два, крышу и сделать больше. Но наша задача развивать сквош, я думаю, что тут вообще, наверное, не так важно, кто руководит, вот, главная команда таких единомышленников, мы продолжаем общаться, мы вместе советуем друг друга. Антон меня поддерживает, и задача сделать сквошь, ну, в нашем городе такого уверенного европейского уровня и брать международные соревнования регулярно. 7-10, это не так страшно, как 10-5, счет рабочий, камбэк из Рил, как говорится, и посмотрим, получится ли в этом розыгрыше у Романа, вот, может быть, сейчас, оформить победу на Кубке России. Константин цепляется из последних сил. Да, мы видим, что они перекатывают мяч с левой стороны, вот сейчас будет удар слету. Да, хорошо держатся ребята, несмотря на то, что это пятый гейм. Да, я думаю, что мы сейчас услышим рев трибун после этого розыгрыша, потому что действительно хороший розыгрыш, достойный матч. Константин просто выкладывается по полной, и мне кажется, что он сейчас просто упадет после этого розыгрыша, но он невероятно, это просто что-то невероятное. Он выиграл этот розыгрыш. Сейчас становится 8-10, мы видим, что Константин уже просто еле стоит на ногах. Огромное ему спасибо за то, что он продолжает быть в игре. 10-5 вроде казалось, что все уже, заканчивай. Три или четыре раза он вытащил мертвые вещи, по-моему. И вообще, уходи праздновать. Рома, вам приятно, что это в Питере происходит? Конечно, конечно. Дома стены помогают, друзья. А если бы здесь был чемпионат Европы, это было круто? Да, мы всех, наверное, порвали бы, потому что такая поддержка... Чтобы стены мы трещали бы, вы слышали, в каждом матче... Мы болеем в Питере, за Питер, в Москве тоже за Питер болеем, и когда мы выезжаем на командные чемпионаты, за Россию, поэтому все объединяются, поэтому это общая команда. Матчбол, счет 17-16. Я думаю, что детей уже можно убирать от экранов, потому что уже не выдерживают и взрослые, и сейчас уже наверняка там бьются стены, и эмоции зашкаливают. Ну, посмотрим, девяти матчболов хватит. Какое счастливое число у Романа Фетисова? Мы ставили на 10, по-моему, да, если я не ошибаюсь? Я вообще ставил на 20-18. В чьей пользы только не знаю. Действительно, оба игрока продолжают показывать просто феноменальный уровень, феноменальные качества ударов. Это действительно заслуживает уважения. Мы видим, что они продолжают бороться. Такое ощущение, что свой лучший сквош они приберегли именно к решающим действиям. Да, да, мы поздравляем Романа Фетисова. И вы знаете, это заслуженная победа, но надо дать должное Константину. Это невероятный был матч. Это что-то шикарнейшее. Поздравляю Романа Фетисова со вторым Кубком России подряд. Спасибо ему большое за этот матч. Спасибо Константину. Нет, сейчас последний матч. Команда выиграла. Ну, как бы, выиграли болельщики, а не я. Ну, как бы, просто, как сказать, ну, уже, наверное, так, года, наверное, три, да? Ой, да. Три-четыре. Четыре года, да, как бы, вот, все турниры, как бы, как бы, мушкетеры, да, д'Артаньяны, мушкетеры, как бы, один за всех, все за одного, как бы, и вот так вытягиваем друг друга. То есть это была победа Фетисова? Да, 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 ну, можно так раз. И это была победа Питера? Питера, да. Тут, как бы, это важно, но, стратегически, как бы, чтобы Кубок остался дома. При этом Оля заняла второе место. Второе место, да. Это тоже очень сильно было. Да, это хороший, отличный результат. Обыграть карты? Он заставил умереть миллионы нервных клеток в наших организмах. Мы болели, и для нас это было крайне важно, чтобы он не проиграл сегодня. Как он сказал, это стратегически было важно для Питера. Это было крайне важно для нас, что он был лучше, чем Кострыкин, и он для нас все равно лучший. Поэтому мы верим, что на чемпионате России он должен победить Титова и вернуться быть первым тотально везде. Ура! Да. На самом деле, надо отметить уважительное отношение с Романа, с Константином вместе. То есть, это был действительно достойный поединок двух соперников, которые действительно по-хорошему уважают друг друга. Но и в то же время надо отметить, что, несмотря на то, что сквош является индивидуальным видом спорта, действительно, мы первые начали пропагандировать вот эти командные ценности. То есть, три-четыре года назад вот эта поддержка, она действительно где-то какие-то подколы, где-то какие-то шутки. Но все знают, что друг за другом. И это противостояние Москвы и Санкт-Петербурга, оно очень принципиальное. Вот. То есть, там какие-то большие турниры, что-то мы проиграли, но в целом всегда мы были сильнее, и я думаю, что мы будем оставаться сильнее. То есть, для нас это принципиально важно, и все ребята, кто здесь находятся, никто не даст соврать. А Ромка наш как вождь и предводитель, мы, конечно, за него горой. Ну, пока! Ну, да, конечно, это очень помогает, то, что ты знаешь, что тебя поддерживают твои самые близкие люди, и они поддерживают тебя не только на турнирах, но и, в принципе, по жизни. Опять борьба за матч-бол. Обе соперницы отыграли по два матч-бола. Тем временем, 56-ая минута матча. Понятно, что это не рекорд, но приличный результат, как я понимаю. Это очень хороший результат для такого матча. Полуфинальный матч, что будет в финале, вообще непонятно. Ну да, к финалу еще... Отличный боус тот с Варварой Есиной. Неожиданной Катя была не готова, растерялась и даже не успела среагировать, дернуться вперед. Ну, заметно, что все-таки Катя подустала, в последнее время нет пауз, и поэтому ей тяжелее. Но она бьется, и она будет биться еще, я думаю. Матч за Варварой. Протягивает руку, помогает встать Екатерине. Очень красивый матч, мы увидели только что. Да, у меня мощная поддержка на этом турнире. Наверное, первый крупный взрослый титул может выиграть, да, Варвара? Такой прям совсем серьезный. Ох, не дожала сейчас. На Кубке Москвы у нее не получилось. Она там, по-моему, третье место заняла. Уперлись, уперлись сейчас соперницы. Ох, 10-10. Ну, заслужила этот розыгрыш. До разницы в два очка. Заслужила, она прям... Да, гейм отлично провелась. Проводит. Проводит, да, она даже... И 10-10, теперь до 12-ти посмотрим. Ну, я говорю, вот очень большое сходство с вашим матчем на третье место. Очень большое. Но посмотрим, такой ли будет итог. Я думаю, что это будет строк. Строк, не лед, думаете? Скорее всего, строк. Ну, а нет, лед дали? Дали лед все-таки, да. Дали лед. Мяч был очень близко к Ольге. В принципе, Варя уже готова была нанести удар. Ну, может быть, и судьи решили в такой ситуации... Ну, опять же, судейский фактор здесь... Да. Не принимать такое жесткое решение, как строк. Вот. Но в любом случае, матч был. Третий матч был у Варвары Есиной. И матч. Каким... Чемпион турнира. Чемпион. Чемпион. Кубок уходит в Москву. Да, Варвара Есина. Уроженка Нижнего Новгорода. Сейчас представляющая Москву. Выигрывает Кубок России. Что ж, ну, это был хороший матч. Конечно, мы надеялись на большую борьбу. Но в третьем гейме Ольга Северинова сумела ее навязать. Как считаете? Показала очень красивый сквош. Красивые атаки. И длина была супер. Вот. Желаем ей успехов в следующих турнирах. Это было предсказуемо. Легче, чем финал. Ой, чем полуфинал. Конечно. Но все равно нельзя было терять концентрацию. Но мы играли до этого. Я знала, что делать. Она знала, что делать. Ну, эмоциональных сложностей не возникало. Что, радостно? Когда выигрывает. И? Трудно, когда проигрывает. Ну, и пока это самое радует. Только радует пока.